МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире Первого Карагандинского, в студии Ирина Камышова. Здравствуйте. Коротко о главном. Суд вынес приговор убийцам пяти человек в Жизкозгане. Совсем скоро страна будет отмечать День Конституции. Национальный банк объявил о выпуске новых памятных монет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот уже несколько лет Абайский литейный механический завод не выплачивает пособия семье Березань по утере кормильца. С тех пор, как 7 лет назад отец семейства трагически погиб, родные умершего едва сводят концы с концами. Чтобы боль наша, чтобы все посмотрели, чтобы такого не повторялось, чтобы нас защитили. Я уже перестала верить, что кто-то приедет. Все, чтобы здесь одна. Это мама Нелли Березань. Любовь Нировна. Вот уже на протяжении года мама не встает с постели и не разговаривает. У нее было два приступа инсульта. Смотря на нынешнее состояние, никто не поверит, что эта женщина проработала 20 лет бухгалтером. Стоит только зайти в эту комнату, как дочь Нелли успокаивает свою маму, что к ним пришли хорошие люди. История началась еще в марте 2005 года. Им сообщили страшную весть после Международного женского дня 9 марта, рассказывает Нелли Марковна. Семь лет назад нашу семью постигло большое горе. Трагический погиб родной близкий человек. В нашей семье это мой отец, наш отец и муж, отец и муж. Человек был всегда очень добросовестный, честный, чистый человек, да. Мой папа на гражданской жизни работал техником связи на шахте Топарской до закрытия много лет. Награжден тоже бочетными грамотами за безупречную работу. Много наград у него. У него есть какие-то, допустим, подарки. Именные подарки, те, которые действительно за безупречный доблестный труд. Он очень хорошо всегда себя, очень много работал, добросовестно работал. А это ее брат Дмитрий. Ему же 37 лет, но на свои года он не выглядит. В день его появления на свет ему поставили страшный диагноз – детский церебральный паралич. Смотрю телевизор, читаю газеты, занимаюсь, как всегда. Смотрю ваш канал, я очень люблю ваш канал. Хоть и трудно, но по квартире он передвигается самостоятельно. В детстве он мечтал стать военным, как его папа. Но, к сожалению, его заветная мечта уже не сбудется. Рассказывая про своего отца, он вспоминает, как он ходил к нему на работу. Я был маленький, ходил в военкомат. Мне 5 лет было. Я сидел за пултом управления, за пултом дежурного военкомата сидел. Нажимал на кнопки, на клавиши. Я занимался. Любил это все, мне нравилось. Сейчас тоже люблю. Вот авиастанции военные, устройства, передающие приемные, передатчики. Отец Марк Нюмович работал в Абайском литейном механическом заводе, техником связи. Как рассказывает нам Нелли, директор завода попросил Марка Березань подняться на крышу и починить технические неполадки. Хоть и это не входило в его обязанности, добросовестный Марк Нюмович все равно вышел на крышу. Там-то все и произошло. Накануне был дождь, после которого он подсказнулся на лестнице и сорвался. Сутки родные ничего не знали о случившемся. Литейный завод не выплачивает пособия по утере кормильца. Общая сумма составляет 12 994 тенге в месяц. А завод не выплачивает около 6 месяцев. Завод выполняет, все-таки перед нами должен был выполнять, мама настаивала, что обязательство по утере кормильца нам назначено было. Тогда был юрист Шалаев, тогда сейчас другой юрист, который приезжает из Караганды. Сейчас, я скажу об этом, нам назначено было пособие по возмещению материального вреда. Так трактуется по приказу, приказ 58-1, это есть в документах, бессрочно назначено, ежемесячная выплата бессрочно на брата 6,5 тысяч и на маму 6,5 тысяч. Из расчета тогда папиной пенсии плюс там зарплата. Чтобы не потерять своих оставшихся двух человек, она одна ухаживает за своим братом и мамой. В то же время, добиваясь справедливости, она бегает каждый день по судам. С ней нет никого, кроме ее близких и своей тени. Как отметила сама Нелли Марковна, она не помнит, когда в последний раз хорошо высыпалась. К большому сожалению, мы так и не смогли связаться с руководством данного завода. Одно мы выяснили. Абайский литейный механический завод на сегодняшний день с кем-то уже судится. В свою очередь, мы надеемся, что все изменится в лучшую сторону. Миром Гусал Кимбаеву, Олегин Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Мы уже рассказывали о жестоком убийстве пяти человек в Жасказгане. Это страшное событие потрясло весь город. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области нам сообщили, что за убийство пяти человек двое жителей Жасказгана осуждены на пожизненный срок. А третий подельник получил шесть лет лишения свободы. Напомним, что в прошлом году в Жасказгане в частном доме были обнаружены тела пяти человек. Четырех мужчин от 25 до 45 лет и 33-летние женщины. Убитым были нанесены множественные ножевые ранения. По подозрению в убийстве были задержаны двое парней 20 лет, один безработный, другой сотрудник частной фирмы. Ими оказались Арсен Селимов и Константин Коноплев. Они признали, что во время гулянки возникла ссора, и они убили пять человек. Это фабула, но действительность не менее прозаична и страшна. Захотелось ребятам погулять, что называется, расслабиться, но в гости их никто не звал. Они решили завалиться в прямом смысле слова в знакомый дом. Водки, как всегда, не хватило. Селимов и Коноплев отправили в магазин Дениса Коноплева, брата Константина Коноплева. Но хозяин дома и его друзья попросили незваных гостей покинуть помещение. Тут все и началось. Селимов и Коноплев начали резню. Приговором в специализированном Межрайонном суда по главным делам Кровенлинской области от 17 августа 2019 года к пожизненному заключению свободы в колонии особого режима осужден Селимов Арсен Тагир Мирзаевич, Коноплев Константин Евгеньевич за совершение преступления предусмотрен ст. 96, ч. 2 УК РК. К сказанному можно добавить, что в мае уже этого года Селимов, вступив в сговор с сокамерниками, совершил побег из следственного изолятора временного содержания УВД города Жасказгана. Через сутки все беглецы были задержаны. О раскаянии и речи не идет. Но, тем не менее, закон дает возможность осужденным подать апелляцию в течение 15 дней. Подсудимый Селимов вину в совершениях преступлениях признал частично. В ходе судебного разбирательства осужденный Селимов, Коноплев обвиняли друг друга в совершении данных преступлений. Денис Евгеньевич Коноплев приговорен к 6 годам решения свободы в колонии общего режима. За совершение преступления по статье 121, часть 2 УК РК, то есть насильственные действия сексуального характера, осужденный Коноплев во время судебного следствия находился под подпиской на везде. После оглашения приговора суда Коноплев взят под стражу в зале суда. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, 1-й Караганинский. Управление криминальной полицией ДВД области обращается к гражданам. В ночь с 13 на 14 августа на остановке «Центральный рынок» возле торгового дома «Таир» неизвестный нанес телесные повреждения гражданину Николаю Витальевичу Иванову, 72-го года рождения, проживавшего на улице Магнитогорская, дом 38, квартира 9, который от полученных телесных повреждений скончался на месте. По данному факту возбуждено уголовное дело. Просьба всем, кто располагает какой-либо информацией, способствующей раскрытию данного преступления, сообщить об этом в Управлении криминальной полицией ДВД Карагандинской области по телефонам, которые вы видите у себя на экране, или 102. Анонимность и денежное вознаграждение гарантируется. Юстиция консультирует. Правовой всеобуч жителей региона продолжается. Информационно-пропагандистская группа, в состав которой входят сотрудники Департамента юстиции и Департамента финансовой полиции области, посетили Тимиртау. Информационно-пропагандистская группа продолжает свою работу по разъяснению послания главы государства народа Казахстана. Группа по правовому всеобучу во главе с заместителем начальника Департамента юстиции Карагандинской области Нургулькин Жибаевой отправилась в Тимиртау. Проводимые за последние годы реформы показывают то, что роль органов юстиции очень сейчас возрастает и соответственно задачи и функции, которые возлагаются на органы юстиции, тоже соответственно. В составе нашей информационно-пропагандистской группы мы хотели бы вам рассказать об основных наших положениях, чем мы занимаемся, какие сейчас изменения происходят в законодательстве, так как вы непосредственно как сами граждане, так и где вы работаете, да, в своей организации. Это будет полезно вам. Одним из направлений послания является повышение качества государственных услуг. Электронный портал правительства – важный шаг в реализации этого пункта. egov.kz – сайт, который набирает популярность среди граждан. Его преимущества очевидны, поскольку с помощью электронного правительства, не выходя из дома и всего за 15 минут можно зарегистрировать любой вид документа. Для этого нужно иметь электронно-цифровую подпись. В рамках визитов в Тимиртау состоялось консультирование граждан по правовым вопросам, даны разъяснения норм действующего законодательства. Информационно-пропагандистские группы в июле текущего года уже встречались с населением отдаленных районов. На этот раз группа «Всеобуча» провела работу в Балхаше, Приозерске, Актагайском и Шетском районах. На сегодняшний день информационно-пропагандистская работа в области осуществляется областными и региональными информационно-пропагандистскими группами, созданными по распоряжению Акима области. Деятельность этих групп направлена на разъяснение и пропаганду ежегодных посланий президента Республики Казахстан Нажетана Бишевича Назарбаева, народу Казахстан. Одна из таких работ была проведена в Актагайском районе. По словам представителей данного района, на сегодняшний день выполняемых работ по государственной программе довольно достаточно. И в этом плане, значит, вот эти большие мероприятия, которые проводит Акимат Каргандинской области, он имеет огромное значение, потому что эти послания, эта программная статья, она ориентирована непосредственно на людей. Она направлена на то, чтобы довести до населения основную ее цель, которая состоит в том, что для того, чтобы построить сильное государство, процветающее общество, нужно, чтобы изменилась психология самого человека. Общая координация работы информационно-пропагандистских групп всех уровней, планирования и составления графиков отнесено в компетенцию управления внутренней политики. В регионах на соответствующие отделы при Акиматах. Посетив несколько населенных пунктов Актугайского района по разъяснению посланий президента страны, Галиал Паспаева сделала несколько выводов. Мне очень отрадно отметить, что основные положения послания, они воспринимают очень позитивно, они поддерживают политику президента. Кроме того, хочу отметить, что я вообще житель Астаны, живу в Астане, много времени я не бывала в селе. И вот сейчас, приехав в село, я обнаружила, что, в общем-то, вы знаете, село наше возрождается. Потому что в зале я видела молодые лица, которые с интересом слушали, которые задавали вопросы, выражали свою позицию. Члены пропагандистской группы провели встречи в городах Балхаш, Приозерск, в Шестском районе. Проводя работу в поселке Акжал Шестского района, пропагандисты обсуждали стратегическую статью главы государства «Социальная модернизация Казахстана – 20 шагов к обществу всеобщего труда». На сегодняшний день в поселке Акжал насчитывается около 4000 человек. Из них 50% – молодежи, и более 300 человек являются пенсионерами. Кроме того, Аким поселка Акжал отметил, что подготовка к зиме идет полным ходом, и уже скоро все работы завершатся. На сегодняшний день в Акжалском поселковом округе у нас главное – это рабочее место – это ТУО «Новоцинт». Основной предприятие, скажем, 1200 рабочих работают в этом ТУО. Из них 40-50% – молодые, скажем, от 20 до 35 лет. На сегодня никаких залов со стороны рабочих и пенсионер-жителей в целом никаких возникших вопросов нет. На мероприятие, которое проходило в актовом зале Дворца культуры Шигула, собралось немало желающих ознакомиться с принимаемыми мерами на сегодняшний день по 10 направлениям послания. Проявил инициативу поучаствовать в информационно-пропагандистской работе и главный редактор газеты «Нурастана» Габит Мусреб. За такую полезную встречу в первую очередь он выразил свою благодарность Акиму Карагандинской области. Сегодня под руководством Акимата Карагандинской области мы встретились с населением шведского района поселка Акжал. Здесь главной темой была стратегическая статья «Социальная модернизация Казахстана. 20 шагов к обществу всеобщего труда». Мы выслушали проблемы, с которыми сталкиваются жители населенного пункта, сделали несколько выводов. Сейчас, когда наша страна находится на инновационном этапе, большое количество молодежи поступает на технические специальности. Так в будущем за счет нашего поколения наша республика будет процветать. Хочу сказать спасибо Акимату Карагандинской области. Такие встречи нужно организовывать как можно чаще. Основные задачи таких работ – это ознакомление представителей региональных округов о принимаемых мер по стабилизации экономики и финансовой системы, социальной защиты и трудоустройства граждан. По всем заданным вопросам лекторами информационно-пропагандистской группы даны обоснованные ответы, а вопросы, требующие дополнительного рассмотрения, взяты на контроль местными исполнительными органами. На мероприятии специально вызвали сюда Габита Мусрепа, чтобы он выслушал мнение жителей, а жители выслушали его мнение. Быть может, даже и главный редактор сочтет нужным опубликовать об этом статью. Информационно-пропагандистские группы также побывали в городе Балхаш. Там члены лекторских групп провели встречу с трудовыми коллективами серно-кислотного ЦЭЗа металлургического комплекса ТОО «Казахмыхс-Мелтинг». С докладом выступила заместитель директора Департамента социальной помощи Министерства труда и соцзащиты населения Республики Казахстан Шопан Жакитова. Всем госоргам и бизнес-культурам необходимо обратить особое внимание на развитие сферы занятости. То, что касается развития сферы занятости, вы знаете, что с прошлого года началась полномасштабная реализация программы занятости 2020. Мы уже при подъезде сюда к вашему предприятию разговаривали. У вас по программе занятости очень много идут дела, особенно по третьему направлению, в части переселения малобеспеченного самозанятого медработного населения и с точки, будем говорить, агрессивных, с точки экономического роста. Также она ознакомилась с выполняющими на сегодняшний день работами по государственной программе. На сегодняшний день хотелось бы сказать, что уже ведется работа по разработке отраслевой рамки, квалификации, профессиональных стандартов для лифтегазовых отраслей. Уже начата работа. До конца текущего года планируется разработка профессиональных стандартов в области информационно-коммуникационных технологий. Организация информационно-пропагандинской работы, которая была создана по инициативе Акимата Карагандинской области, проводится поэтапно и состоит из организационных мероприятий самой идеологической работы и информационно-методического обеспечения. Своё мнение по этому поводу выразил и известный шоумен Серик Акишев. Цель моего приезда в Балхаши – рассказать различным группам населения простым, таким, знаете, даже очень легким, веселым, даже нет языком, как лучшая информация воспринимается о программе социальной модернизации, которую предложил глава нашего государства. Вот это основание. Участников встреч интересовали вопросы на разные темы, реализации программы «Занятость-2020» и другие. Завершая данное мероприятие, жители выразили своё мнение о том, что такой информационный ликбез нужно проводить как можно чаще. Миром Гурцел Кимбаеву, Лжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Совсем скоро страна будет отмечать День Конституции Республики Казахстан. Принятая на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года, с последующими изменениями и дополнениями, Конституция является главным документом страны. Наши корреспонденты узнали у горожан, что они знают об основном законе Казахстана. Какой праздник будет в четверг? День Конституции. А что ты знаешь об этом празднике? Ничего. Это очень хороший праздник, но я не помню, в каком году у нас была принята Конституция. Это очень хорошо, что она у нас есть. День Конституции. Это права человека, все записаны в нём. Когда утвердили? Ну, давно уже утвердили. А в Казахстане недавно утвердили, по-новому осле. Я не помню уже. Утвердили 31 августа. А в каком году, я не помню. Замечательный праздник, что же. День Конституции. Когда будет? Что такое Конституция? Вот будет в четверг. А когда утвердили? А вот утвердили, когда так. Ну, извините, уже не помню. Так. День Конституции. 1900. Нет, я даже не вспомню. Лучше не спрашивайте. В четверг, по-моему. А что вы вообще знаете об этом праздник? Не знаю, я его не справляю. Когда будет день Конституции? 30-го. А когда утвердили? Вот это я не знаю. Хорошая новость для карагандинских нумизматов. Национальный банк объявил о выпуске новых памятных монет. О том, чем на этот раз могут порадовать себя коллекционеры, узнаете в следующем материале. С 24 августа Национальный банк Казахстана начал выпуск памятных монет профкачества номиналом 500 тенге из серии знаменитой мечети мира, выполненной из чистого золота 999-й пробы. Она находится в Пакистане, в Исламабаде в городе. И она прославилась своей необычной архитектурой и своими размерами. Она вмещает более 300 тысяч человек верующих и площадь ее более 5 тысяч. Другая памятная монета весом чуть больше 3 грамм с изображением стилизованной арки, символизирующей вход в исламскую святыню Захир. Данная мечеть Захир находится в Малайзии и она очень почитаема в этом регионе. И она прославилась тем, что здесь проходит фестиваль чтецов Корана. Стоимость таких монет 26 400 тенге. Кроме того, в Карагандийский филиал Национального банка поступила 13-я по счету памятная серебряная монета из серии Красная книга Казахстана. На этот раз монета посвящена исчезающему виду насекомых Богомолу. Чтобы наше население знало, можно так сказать, в лицо исчезающие виды животных и насекомых Казахстана. То есть, чтобы охраняли. Также выпущена одноименная монета из плава Нейзельбер номиналом 50 тенге. Такая монета будет платежеспособна в любом магазине. Монеты можно приобрести во всех филиалах Национального банка. Вы можете расплатиться как за наличный расчет, так и по безналичному расчету, по карточкам, по посттерминалу, по платежным карточкам. Медальный зачет Казахстана на прошедшей Олимпиаде не может быть не отпразднован. Все спортсмены стараются приурочить свои выступления к победам наших олимпийцев в Лондоне. На этот раз легкоатлеты совершили забег в Центральном парке. Эти соревнования ознаменовали собой завершение спортивных мероприятий, переуроченных к участию казахстанцев на Олимпиаде в Лондоне. Сегодня у нас выступают девочки, 11-13 лет, мальчики 11-13 лет, мальчики 14-16, девочки 14-16 лет. И все желающие с 17 лет и старше, также мужчины и женщины. Каждой возрастной категории будут награждаться призами, грамотами и медалями, которые предоставил городской отдел физико-культуры и спорта. Сколько всего у человека? Но ожидаем участников порядка 300-400 человек. Участвовали здесь представители ДЮС США города и области, а также все желающие в любом возрасте. Радоваться успехам Казахстана имеет право каждый. Несмотря на большое количество участников, все атлеты пробежали свои дистанции всего за несколько часов. И после пробега победители наградили медалями, грамотами и призами. Александр Крылов, Толеген Рашидов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Это все новости на сегодня. Сегодня поделиться интересной информацией вы можете, позвонив к нам в редакцию по телефону 420649. Также не забывайте посещать наш сайт в интернете. Адрес на экране. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Сау Бонздар. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин